Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Правда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Городостроительные советы и осмотр новостроек. Что происходит в строительной отрасли региона? 10 койк для лечения рака. В Центральной городской клинической больнице работает свой онкодиспансер. Как прошло заседание совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека? Николай Карамзин и его современники. В Ульяновске прошла 18-я Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения». В новостройке «Комфорт» бюджетникам губернаторскую ипотеку. В Ульяновске прошло заседание градостроительного совета. Как развивается новый микрорайон на улице Радищева и будут ли выдавать губернаторскую ипотеку в году грядущем? Узнайте в материале Виктории Черковой. Жилой фонд Ульяновска растет, но соответствует ли его качество? Губернатор осмотрел новый строящийся микрорайон на улице Радищева. Одна из четырех новостроек почти готова, остальные еще на этапе зарождения. Глава региона осмотрел дом номер 153Б. Как известно, в хорошем квартале должны быть и садики, и школы, и зеленые насаждения. Рядом с этими домами инфраструктура пока не развита. Школа номер 21 находится далеко и добираться до нее неудобно. Учреждения доп. образования тоже оказались в дефиците. Губернатор призвал из застройщика и городадминистрацию добросовестно обустроить быт для ульяновцев. Ветхое снести, необходимое построить. Вы приглашаетесь на такой объект, чтобы сказать, как вы собираетесь, решает нам вопрос, построить здесь новых школ, новых детских садов, новых домов культуры, новых досуговых площадок, новых дополнительных образований. Как? Ответа нет. После объезда глава региона отправился на совещание совета по вопросам градостроительной деятельности. Архитектурную жизнь Ульяновска ожидают перемены. В 2021 году будет введен новый отраслевой стандарт. Новое жилье должно быть не только комфортным, но и доступным. В нашем регионе действует специальная программа «Губернаторская ипотека». С ее помощью сотрудники бюджетной сферы получают деньги на первый взнос. На совещании состоялась церемония вручения материальных сертификатов. Наша съемочная группа пообщалась с счастливыми обладателями. Узнала на работе. В общем, это коллег. Коллеги уже участвовали в данной программе в прошлом году. И земля слуха не полнится. И так узнали. Решили попробовать. Решили так же поучаствовать. Планируется это все, естественно, но учитывая финансовое положение, обстоятельства, то есть решили, копили определенное время и решили в этом году уже приобретать, соответственно, с участием всех возможных программ, если это возможно. В 2020 году продолжится реализация программы «Губернаторская ипотека». 185 семей работников образования, здравоохранения, культуры, спорта получат выплаты для приобретения жилья. На эти цели будет направлено почти 28 миллионов рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управда ТВ. В рамках 11-го регионального гражданского форума «Национальные проекты. От стратегии к действиям» в Ульяновской области состоялось заседание совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека. Такие советы есть далеко не в каждом регионе, поэтому подведение итогов его работы – задача, выходящая за рамки региональных границ. Подробности у Павла Полового. Расширенное заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло под председательством Сергея Морозова. Еще до начала мероприятия члены совета были готовы делиться результатами почти полугодовой работы. Буквально недавно я была на правозащитной конференции и на пленарном заседании, на котором присутствовали представители 23 регионов, коллеги с удивлением узнали о том, что у нас при губернаторе функционирует, работает плодотворно Совет по развитию гражданского общества и правам человека. То есть в других регионах этого совета нет. Ульяновское ноу-хау – не искусственная надстройка общественных институтов. Различные НКО, ТОСы и прочие общественные организации нуждаются в неком объединяющем органе, где можно было бы разрабатывать стратегические направления общественного развития. Именно для этого служит совет, куда входят представители практически всех значимых общественных движений. Главная цель работы – научить жителей региона быть ответственными гражданами. Соответственно, жители должны вырасти. Жители должны сами думать, что им нужно. Вот развитие движения ТОС. Заметьте, буквально совсем недавно ТОСов на территории Ульяновской области были всего лишь три. Я имею в виду, что за территорию города Ульяновска. Сейчас уже более 240. Гражданское общество развивается, движется. Буквально недавно мы совсем были на низких форумах. Ульяновская область ставит пример. Действительно, есть чему учиться. Но и нам есть рейтинг нашей области по развитию гражданского общества неуклонно растет. Всего за год регион поднялся на четыре пункта. Наши НКО отличаются на фоне других регионов тем, что они достаточно дружные. Они друг друга знают. Они очень часто организуют какие-то партнерские проекты и объединяют ресурсы для того, чтобы справиться с какой-то проблемой. И в рейтинге субъектов Российской Федерации по поддержке НКО и социального бизнеса наш регион занимает почетное 11 место. Напомним, что в Российской Федерации 85 равноправных субъектов. И стать 11 из 85 задача непростая. Секрет успеха заключается в том, что власть умеет договариваться с некоммерческим сектором и существенно помогает ему. Летом мы успели поработать с людьми повышенного риска инфицирования ВИЧ. То есть это наш совместный проект, о котором я сегодня буду рассказывать. Совместный проект областного центра профилактики борьбы со СПИД и также нашей организации. Конечно, этот проект не единственный, реализованный за год. Еще четыре года назад НКО привлекали в регион не более 5 миллионов федеральных средств. Но теперь 50 миллионов. Соответственно, и помощь людям возросла в десятки раз. Деятельность совета, созданного губернатором, способна не только упорядочить деятельность каждого отдельного НКО, но и помочь найти страждущего. Для этого члены совета регулярно ездят в самые отдаленные уголки Ульяновской области, где проводят встречи с людьми и обсуждают их проблемы. Комиссия, на самом деле, та, которая выходит в народ, которая разговаривает с людьми, которая выезжает в Ульяновскую область и выявляет какие-то проблемы, и пытается решить эти проблемы. Выносит их, наверное, на общественное мнение, что ли. Я думаю, что обязательно нужен СПЧ в Ульяновской области. Ну, даже маленько похож на совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Мы действительно хотим по-настоящему иметь не только счастливую, но и экономически, и духовно, и юридически очень комфортную территорию в масштабах Российской Федерации. И эту территорию называют Синбирской губернией Владимира Ленина Ульяновской области. Недавно прошло заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, которое с интересом смотрели члены регионального совета. Собравшиеся отметили, что сегодня существует ряд типовых проблем и их решений, на которых должна основываться работа региональных общественных деятелей. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. На учете по онкологии стоят порядка 1800 жителей верхней и нижней террасы города Ульяновска. Всем им нужна качественная и доступная помощь. Желательно, чтобы недалеко от дома. Теперь такая возможность есть. Слово Ренате Алиуловой. Ездить на сеансы химиотерапии в областной онкологический диспансер на постоянной основе не придется. Достаточно получить с медучреждений справку, рекомендации врача и лечиться рядом с домом. Это касается жителей верхней и нижней террасы Ульяновска. В центральной городской больнице в полную мощь заработал дневной стационар онкологического профиля на 10 коек. Это в рамках национального проекта. Одно из направлений – это оказание онкологической помощи населения. В следующем году планируется на 12 коек, то есть, скажем, на развернув деятельность. Чуть больше будет, то есть, оказание помощи для пациентов. Стационар работает на базе поликлинического отделения состоит из двух кабинетов – приемного врача и процедурного кабинета. За состоянием пациентов следят два специалиста. Сам курс химиотерапии проводится различными способами введения цитостатиков и может длиться от нескольких минут до шести часов. Тактика лечения подбирается специалистам в каждом случае индивидуально. Мы проводим палеотивную помощь, мы лечим химиотерапевтическими препаратами, у нас множество схем по лечению онкологических заболеваний. Также мы оказываем помощь симптоматического плана. Ежемесячно в онкодиспансере больницы в среднем помощь получают 60 человек. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. Вся прошедшая неделя в учебных заведениях Ульяновской области проходила под знаком акции «Неделя духовности и добрых дел». Она была приурочена ко дню памяти небесного покровителя всей симбирской митрополии Андрея Блаженного. Что было сделано в Барышской епархии, расскажем в нашем следующем материале. Один из самых известных священников Барышской епархии, благочинный Жадовского монастыря иерманах Тихон, буквально на расклад. Его пригласили на беседу с подростками сразу два крупнейших учебных заведения, работающих на территории епархии. Студентов Индинского государственного техникума отраслевых технологий и права батюшка, напротив, пригласил к себе в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы. Главная тема – духовность и нравственность. Без них человек не может в полной мере осознать самого себя. Когда человек к христиану приходит, к осознанию, что надо жить, ну вот так я хочу жить, например, по воле Божьей, да, и начинает пробовать это исполнять, там, жить правильно, иметь желающий добро расплажения к людям, ко всем, там, не лгать так, ни большому, ни малому. Начинает пробовать это делать, и он видит, что внутри-то меня это не так, я где-то тут приукрашу, где-то привру, где-то он кого-то там надоварю. Поговорили с ребятами о храме, о самом батюшке и как он пришел к вере. Волновал вопрос и об открытии в Индии спортивного клуба, побратима клубу Пересвет. Но главная тема – житие Андрея Симбирского чудотворца. Отец Тихон рассказал о нем и о его жизненном. Его современники считали блаженного старца городским сумасшедшим. Однако его дела и поступки были воистину чудом Божиим. С этого отец Тихон и начал беседу со студентами Жадовского сельхозтехникума. Ребят сразу заинтересовал вопрос, почему Андрея Симбирского называют чудотворцем. Бак с чем-то, я не помню, то ли с маслом, с маслом, кажется, да, с подсолнечным, он выдернул и масло это слилось. Его даже, кажется, поколотили за это. Но когда подошли к этой бочке с маслом, то увидели, что туда попала змея, то есть на ней лежала змея. Это вот один из случаев. И таких случаев было множество. Он что-то забегал, что-то делал. Ну, казалось, какие на первый взгляд сначала не понимали, а потом эти случаи как бы прояснялись. Пример жития Андрея Симбирского Христа ради Юродиова показывает, что все в этом мире временно. Богатство и слава и при жизни падут прахом через десятки лет. Кстати, студентов сельхозтехникума заинтересовал вопрос благотворительности и ее духовной ценности. Просто, ребята, поверьте, жизнь, она не такая прекрасная, не сказка. У всех у вас будут какие-то трудности в жизни, какие-то проблемы будут возникать. И хотелось бы, чтобы вы знали, может быть, вы всегда сможете к человеку обратиться, да? Куда обращаться? Обращаться надо к Богу прежде всего. В конце беседы отец Сихон призвал на ребят Божью благодать и благословил их. По дворце книги Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Крамзинские чтения». В этом году она проходила в 18-й раз. Ирина Антонова побывала на мероприятии. Наследие Карамзина с каждым годом привлекает все больше внимания. На родину писателя, историка, в день его рождения уже по традиции съехались ученые, которым интересно творчество и жизнь Николая Михайловича. В Китае седиментализм и Карамзин очень популярны, особенно его чувствительные повести, например, «Бедная Лиза», «Юлия», «Лиза нашего времени». Китайские ученые думают, что Карамзин – представитель седиментализма, еще великий историк. На ежегодной Всероссийской научно-практической конференции подводятся не только итоги изучения карамзинского наследия, но также выявляются белые пятна и сложные вопросы его духовной и творческой биографии. В этом году моя тема будет посвящена Карамзину и Франклину. Это такой несколько необычный сюжет. Если мы посмотрим на деловую этику Карамзина, мы видим, что там очень многое есть с Франклином. Как и Франклин, Карамзин был человеком успеха. Это очень любопытно для русского литератора, потому что, как сам говорил Карамзин, наша литература уходит с умой и клюкою, плохая наживость с ней. Вот Карамзину удавалось успешно с точки зрения финансов продавать свои произведения. Ему удавалось быть успешным на литературном рынке. Карамзинская эпоха постоянно в поле зрения ученых. Предметом изучения становится в первую очередь взаимоотношение Карамзина с его современниками. Их связывала самая тесная дружба. Муравьев, например, к истории государства российского редкие книги из своей библиотеки давал Карамзину. Конечно, он всегда понимал, что Карамзин масштабнее и на закате жизни. Мой Михаил Никитич написал, хотя Карамзину Державину не равен, но в обществе певцов российских не бесславен. Карамзин – это редко бывает вообще-то между несколько разновеликими писателями. Казалось бы, он всю жизнь очень тепло относился к Муравьеву. 18-я конференция завершила ежегодную декаду отечественной истории в Ульяновской области. Ее организаторами по традиции выступили Ульяновская областная научная библиотека, региональный центр изучения наследия Карамзина и Ульяновский педагогический университет. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости, Уллправда ТВ. Вчера, 12 декабря, Россия отмечала День Конституции, а в Ульяновске закрывали юбилейный театральный форум истории государства российского, отечества и судьбы. Белорусы показали симбирянам обломова, а губернатор обмолвился о дальнейшей поддержке театрального движения региона. Подробности у нашего корреспондента. В день рождения Карамзина в Ульяновском театре драмы имени Гончарова состоялось закрытие пятого международного театрального фестиваля «История государства российского, отечества и судьбы». Фестиваль живет, он находится в поиске новых путей взаимоотношений со зрительской аудиторией. Мне очень импонировало то, что в этом году зал был различновозрастной. И было очень много молодежи для тех, кто, может быть, какие-то исторические моменты и пока не включил в свои размышления о жизни. Это, пожалуй, одно из самых важных и впечатлений, и результатов фестиваля. Если зрителям будут разговаривать серьезно и ответственно и языком театра, то я думаю, что театр скорее поможет посадить за книжку, чем урок истории. За фестивальную неделю было показано 11 спектаклей не только российских театров, но и из Беларуси, Израиля, Великобритании. Трудно было выбрать лучший. И тем приятнее, что члены экспертного совета особо отмечали позднюю любовь симбирской драмы. Не все спектакли соответствовали идеологии фестиваля. И тем не менее, меня восхитила труппа в поздней любви. Несколько актеров меня, честно вам скажу, просто поразили до глубины души. И я увидела в очень хорошем состоянии труппу. Очень правильно собранную, с красивыми, способными молодыми актрисами, с героями. Есть фактура мужская такая, героев. Есть комедийные блестящие артисты, что большая редкость сегодня. Фестиваль подвел своеобразные итоги года театра, завершающегося в России, но не в Ульяновске. На следующий год мы также будем очень много уделять внимание нашей театральной деятельности в Ульяновской области. Вообще, в целом, театру в Ульяновской области у нас там сотни миллионов рублей. На самом деле, зарезервировано для того, чтобы отремонтировать, обеспечить современным оборотом наши театры. Я просто хочу сказать о том, что мы будем, как и в этом году, с большим почтением, с огромным уважением и с восхитительной любовью относиться к нашим театрам. Мощные фестивальные коды прозвучал спектакль «Обломов» белорусского театродрамы «Ими Егорькова». Это фестивальный дебют молодого режиссера Марии Матох. Женщина-режиссер ничего не боится. В самом начале пути, возможно, был страх перед артистами, возможно, но он прошел прям вот за пять минут до первой репетиции, он взял и исчез, потому что это общее дело, и нельзя бояться как бы своих, чье плечо рядом. Все по любви, в общем. Я Ильич, скажите, а не ударялись ли вы головой? А как же? 14 раз? 14 раз? Когда на санях с горки катался? Вы сумасшедшие. Я Руслаб Щедров, Сергей Ямин. Специально для Новости Управда ТВ. По дворце книги прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии в области региональной историографии и литературного творчества и гран-при «Шапка Мономаха». Также были отмечены в этот день победители конкурса «Библиотекарь года». В Ульяновской области стало доброй традицией накануне Нового года отмечать победителей премии в области региональной историографии и литературного творчества «Шапка Мономаха». В торжественной церемонии вручения принял участие губернатор Сергей Морозов. Мы не встанно говорим о том, что мы не только родители талантов, но мы один из самых действительно прославленных элитных регионов нашего замечательного государства. Очень здорово мне так кажется, что именно сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом, кто своё творчество, кто свои инициативы как раз и создаёт вот этот образ нашего региона, кто создаёт славу региона. Инициатором премии стало руководство регионального историко-краеведческого журнала «Мономах». Вот уже 25 лет издание выполняет благородную миссию познания своего отечества. Своими воспоминаниями, как создавался журнал, с нами поделился его первый редактор Вячеслав Николаевич Егоров. Я работал тогда в администрации Ульяновской области, она так тогда называлась, и в моём введении были вопросы, будем говорить, внутренней политики, в том числе и работы с населением и так далее. Ну и смысловое содержание какое-то просто необходимо было для того, чтобы люди понимали и лучше знали историю своего края, межличностные отношения. И мы посидели, подумали, и вот родилась идея издавать журнал. Назвать его мы решили «Мономах». За четверть века сформировался костяк краеведов, писателей, которые пишут для журнала «Мономах». Ведь самое главное для творческого человека – это самореализация. Это книги, изучение нашей истории, нашего прошлого. А наше прошлое богато. Симбирский край богат творческими людьми, талантами. И чем больше таких наград, тем больше будет стимулировать новые поколения творцов для создания новых произведений. Премия «Шапка Мономаха», поддержанная правительством Ульяновской области, ежегодно отмечает лучших людей нашего края. В этом году в номинации за заслуги в области региональной историографии премией отмечен Андрей Макеев, председатель историко-культурного фонда «Меликес». В номинации молодому автору за лучшую публикацию года за изучение истории Симбирского Ульяновского края, популяризацию региональной истории, премию получил Андрей Шафиров, пресс-секретарь фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области. По решению конкурсного жюри «Гран-при Шапка Мономаха» губернатор вручил писателю, главному редактору журнала «Мономах» с 2000 по 2016 годы Ольге Георгиевне Шейпак. «В чем секрет такого уникального издания, как журнал «Мономах»? Секрет, видимо, в названии. Владимир Мономах сформулировал давным-давно главные постулаты нашей жизни. Крепка семья, крепко государство». Кроме того, были подведены итоги 8-го областного профессионального конкурса «Библиотекарь года», в котором приняли участие 20 библиотечных работников. Компетентное жюри определило победителей в трех номинациях. Лучшим сельским библиотекарем признана Наталья Горбачева, библиотекарь Комаровской сельской библиотеки из Новоспасского района. Лучшим методистом-библиографом стала Наиля Аризкина, заведующая отделом Центральной библиотеки имени Языкова Корсунского района. И лучшим молодым библиотекарем названа главная библиотекарь Большиногаткинской и Центральной районной библиотеки имени Пушкина Целенинского района. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 14 декабря в регионе ожидается ясная погода. Температура воздуха днем удержится на отметке минус 9 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.